Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Волгограду совместно с коллегами из регионального главка задержан 23-летний местный житель. По версии следствия, он причастен к серии телефонных мошенничеств, в ходе которых пенсионеры из областного центра лишились своих сбережений. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник вместе с приятелями приехал в Волгоград. Сначала он собирался работать курьером в одном из интернет-магазинов, однако затем предпочел откликнуться на объявление из спам-рассылки, в котором говорилось о несложной работе с очень высокой зарплатой. Молодому человеку предложили забирать у таксистов посылки с наличными деньгами, класть их на свой счет и за вычетом собственного вознаграждения отправлять анонимному работодателю. Подозреваемый осознавал криминальный характер своего нового занятия, однако стремление к легкому заработку оказалось сильнее. Потерпевшими от действий телефонных мошенников становились пожилые жители Волгограда. На их домашние телефоны поступали звонки неизвестных, которые представлялись родственниками и говорили о том, что стали виновниками ДТП. Затем им перезванивали люди, называвшие себя адвокатами или сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров, что спасти близкого человека от длительного тюремного заключения сможет только немедленная выплата значительной суммы. В начале разговора собеседники называли цифру 800 тысяч рублей, но если таких денег не было, соглашались на меньшую. Деньги было необходимо завернуть в пакет с вещами и передать таксисту, который прибывал к дому для курьерской доставки. В настоящее время известно об участии задержанного в 11 эпизодах криминальной деятельности. Ущерб составил более 2 миллионов рублей. Подозреваемый был задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии в арендованной квартире в центральном районе Волгограда. В ходе обыска у него изъято 8 мобильных телефонов, компьютерная техника и носители информации, банковские сим-карты, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственными органами полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Продолжение следует...